Программа «Указывая путь» с доктором Майклом Юсефом. Наше поколение можно описать как поколение, которое убегает. Мы бежим при первых признаках беды, при первых признаках проблем, первых признаках сложности и первых признаках критики. Я видел иллюстрацию этого в мультсериале Чарли Брауна. Из этих мультиков можно почерпнуть много мудрости. Когда Чарли Браун и львица разговаривали, львица сказала, «Я не люблю проблемы. Лучший способ решить проблему — это ее избежать». На что Чарли Браун ей ответил, «Вот моя философия. Я думаю, что нет проблем слишком больших и сложных, от которых невозможно было бы убежать». И по этой причине мы видим разрушенные дома, разрушенные браки, разрушенное общество, разрушенные правительства и разрушенные церкви. Это описывает ситуацию и с царем Давидом в 10-м псалме. Он только что победил Голиафа и одержал великую победу. Его популярность возросла среди народа в Израиле. Песня номер один в то время была примерно такой. Саул убил тысячи, а Давид убил сотни тысяч. Эту песню пели на всех дискотеках в то время. Но ненависть и злость со стороны Саула стала дьявольской, точно так же, как и ненависть по отношению к христианству и христианам, достигая дьявольских пропорций сегодня. Христиан затаскивают на суд, кресты изымаются из народа, людям запрещают молиться публично. Ненависть Саула обрушилась на Давида, как поток. Саул преследовал Давида. И эта борьба не прекращалась ни на минуту. Его злоба и ненависть достигла своего апогея. И каковы же были советы, которые давали друзья Давида в этих обстоятельствах? Какой совет они давали ему, когда он проходил через все эти сложности? Первый стих «Улетай на гору, как птица». Беги, Давид, беги от опасности, беги от своих врагов. Но вот что отвечает Давид в первом стихе «На Господа уповаю». «Как же вы говорите, душе моей, улетай на гору вашу, как птица». Вы знаете, что несколько сотен лет спустя пророк Неемия, который вывел народ израильский из рабства Персии, начал строить стены. С ним произошло примерно то же самое. И он учился у царя Давида. И враги Неемии пытались выглядеть, как его друзья. Они пытались остановить его, чтобы он не строил стены. Они сказали ему, чтобы он бежал от своей жизни. Ведь его жизнь была в опасности. Если бы Неемия убежал, то стены никогда не были бы построены. Враги бы сказали, «То, что мы сказали о Неемии, было правдой. Он убежал и оставил вас». Но Неемия ответил, как и Давид. «Но я сказал, может ли бежать такой человек, как я?» Когда вы принадлежите Иисусу Христу, вы не бежите от кризиса. Когда вы принадлежите Иисусу Христу, вы не бежите с того места, куда Бог поставил вас. Ваша жизнь не важна. Важна Евангелие, когда вы принадлежите Иисусу Христу. Ваша репутация не важна. Важна благая весть. Когда вы принадлежите Иисусу Христу, никто не может испугать вас. Никто не может прикоснуться к вам. Никто ничего не может забрать у вас без разрешения Небесного Отца. Помните, когда Понтий Пилат пытался испугать Иисуса Христа, и он, по сути, сказал ему, что в его руках власть забрать у него жизнь, и у него есть власть дать ему жизнь. Вот ответ Христа в переводе Майкла Юсефа. «Только в твоих мечтах, негодяи. Ты ничего не можешь делать без разрешения Моего Небесного Отца, потому что я знаю, что я его единственный сын». Слово «птица», которое использует Давид, в этом псалме очень важно, потому что это слово не голубь. Голубь улетает и возвращается, а лесная птица улетает в лес, в поле, улетает и летит, летит и никогда не возвращается. В те времена в Израиле все деревья были высоко в горах, вдали от тех мест, где жили люди. Поэтому друзья Давида советовали ему, «Дружище, беги и никогда не возвращайся». И Давид отвечает в первом стихе, «Я не убегу от проблем. Я не улечу, как испуганная птица. Я буду доверять Богу и смотреть только на Божий трон. Я буду смотреть только на того, кто восседает там и правит вселенной, ибо Он больше, чем все мои проблемы. Он больше, чем все мои страхи. Он больше, чем все мои трудности. Он больше, чем все мои болезни. Он больше, чем все мои прошлые грехи, вместе взятые. Он больше, чем все мои сегодняшние неприятности. Он больше, чем оружие Саула. Я не стану убегать. Более того, мы должны не просто не убегать, а атаковать стан врага. В притчах 3 главе 5 стихе говорится, «Надейся на Господа всем сердцем своим, и не полагайся на разум твой». Знаете, почему он это сказал? Потому что то, кому ты доверяешь, определяет качество твоей победы. То, кому ты доверяешь, определяет уровень твоего спокойствия. Вера в Бога также включает в себя принятие ответственности за свои дела. Ответственности за то, кем ты стал. Взять на себя ответственность за то, кто ты есть. Не за твоего отца или мать, или директора, и даже не за правительство. Причина, по которой люди бегут от ответственности, они бегут от последствий выбора, который они совершают. Это факт. Не надо забывать о том, что у выбора есть последствия. Возможно, это звучит как клише, но мы сами видели это в жизни нашего народа за последние 7 лет. Мы сами лично это переживаем. Это перед нашими глазами. Наше поколение состоит из людей, которые убегают от жизни. Они убегают от своего прошлого, убегают от самих себя, убегают от реальности, убегают от последствий своего выбора. Вместо того, чтобы встретиться с правдой о самих себе и найти мир в Боге, который обещает прощение, они просто-напросто убегают. На самом деле, благая весть, наполненная побегами, это благая весть нашего поколения. Знаете ли вы, что мы тратим сотни миллиардов долларов на развлечения? А знаете, что означает слово «развлечение»? Оно означает «не думать». Мы тратим сотни миллиардов долларов для того, чтобы не думать. «Послушайте меня, когда вы сталкиваетесь с проблемами в браке». Думаете, есть кто-то, кто с ними не сталкивается? Когда вы сталкиваетесь с проблемами в браке, не следуйте советам друзей Давида. «А, улетай, улетай!» «Улетай, как птица в небеса, беги в горы». Когда вы сталкиваетесь с трудностями на работе, в призвании, на том месте, куда Бог поместил вас, что вы делаете? Не слушайте друзей Давида, что нужно бежать в горы. Вам нужно остаться и посмотреть, какие чудеса Бог будет делать в вашей жизни. Я читал об одном упорном продавце, который вошел в магазин мужской одежды и сказал, «Мне нужна работа». Ему ответили, «Мы не ищем сотрудников». Он сказал, «Хм, я отличный продавец, и я вам нужен». Ему ответили, «Мы не ищем сотрудников». Он сказал, «Вы просто не понимаете, насколько я хорош». Ему ответили, «Ну, хорошо, чем же ты так хорош?» Он ответил, «Я самый лучший, я могу продать больше, чем все ваши продавцы». Ему ответили, «Неужто?» Он сказал, «Да». Ему сказали, «Послушай, видишь тот костюм, который висит на стене? Желто-фиолетовый костюм в крапинку. Он висит там уже три года, и мы не можем его продать. Я пойду на обед, и если ты продашь за это время этот костюм, то мы дадим тебе работу до конца твоей жизни». И так владелец магазина уходит на обед, возвращается и видит, что продавец наклоняется к столу, одежда разорвана, на лице царапина, а костюма нет. Владелец магазина смотрит на него и говорит, «Ты продал костюм?» Он отвечает, «Да, сэр. Клиент доставил тебе неприятности?» «Нет, сэр. Но вот его собака поводырь чуть было не загрызла меня». Он не сдался. Послушайте, я не говорю о том, что в нашей стране нет искренних людей, которые пострадали от экономической ситуации в стране. Я это знаю. Я знаю, что многие люди пострадали от этих экономических условий. Это влияет на всех, но это не причина для бегства. И что же могут делать праведники в таких обстоятельствах? Ответ таков — быть праведными, стоять крепко на ногах, не убегать с поля битвы, не бежать в горы. И помните этот совет для каждого человека, любого возраста, молоды ли вы или стары. Это слово Божие для вас. Молодежь, в школе тяжело, но не убегайте. Закончите то, что начали. Если ваши друзья смеются над вами, не убегайте. Встань во имя Иисуса Христа. Призови Его имя, и ты увидишь, как Он может действовать в твоей школе. На самом деле, слово, которое Бог хочет сказать сегодня — не убегай. Если между вами и вашей землей обетованной встали гиганты, не убегайте. Стойте там во имя Иисуса Христа, и не отступайте. Если перед вами рычащие львы, не убегайте. Будьте как Даниил и как Павел в Ефесе. Если перед вами горячая печь, не бегите. Подождите, и вы увидите Сына Божьего, который будет ходить посреди огня и превратит его в цветущий сад. Если вы в вашей гефсимании, и слезы наворачиваются на глаза, не бегите. Воскресение в трех шагах от вас. Аминь. Жизнь не состоит из того, что вы хотите делать, а из того, что следует делать. Понимаете? И запомните, если вы верите во Христа Иисуса, то вы дитя Бога богов. Царь царей. Ваш старший брат. В ваших венах течет царская кровь. Библия говорит, что мы царственные священства. Мы не просто священники, молящиеся за людей. Мы царственные священства, омытые кровью Иисуса Христа. Вы царите на небесах, даже если на земле этого не видно. Вы победоносная церковь, и вы сонаследники с Иисусом Христом. Поэтому скажите вместе с Давидом, «На Господу уповаю, не убегу». Послушайте меня. Послушайте. Жизнь не будет радостной, пока вы не посмотрите дьяволу в глаза и скажете, «Негодяй, я буду благовествовать до тех пор, пока не придет Иисус, или не заберет меня домой. Я не сдамся. Меня невозможно победить. Я не отступлюсь». Второй стих говорит, Давид говорит нам в нем о тех, кто направляет на нас свои стрелы из тени. Я знаю, вы понимаете это. Когда кто-то прячется за кустом в темноте, вы чувствуете стрелы, которые вонзаются в вас. Вы понимаете, о чем я? Я вижу стрелы, я не вижу, откуда они, но я чувствую их. Но послушайте, Бог их видит. Он видит, где они прячутся. Так говорит Писание, что их конец еще не пришел. Просто подождите. Он видит, где они прячутся в темноте. Он видит, и рано или поздно он их выведет на чистую воду. Они заплатят за все, что они причинили верующим в Иисуса Христа. Я хочу засвидетельствовать вам, и вот вам мое свидетельство. Это псалом. Я всегда верил, что Господь приготовил меня к победе с раннего детства. Я испытал больше поражений в своей жизни, чем кто-либо в то время. Я столько раз проигрывал, у меня не получалось, и даже потерял уже счет. Я много раз взывал к Богу и спрашивал, «Почему?» Мне сложно сосчитать, сколько раз это было. Но то, что Господь делал в моей жизни, я совсем немного понимал тогда, и я лучше понимаю сейчас. Господь учил меня быстрее вставать после каждого моего поражения. Каждый последующий раз я вставал быстрее и быстрее. Каждый раз, когда меня поражал удар врага, Господь учил меня быстрее вставать и не оставаться в моем поражении. Есть две вещи, которые невозможно сделать одновременно. Доверять Богу и убегать при этом. Невозможно делать и то, и другое. Вы делаете либо одно, либо другое. Либо бежите, либо доверяете. Либо доверяете, либо бежите. Невозможно и то, и другое. Но послушайте, бегство — это ниже нашего достоинства. Мы принцы и принцессы во Христе. Бегство непозволительно тем, в чьих жилах течет царская кровь. Бегство — это ниже достоинства того, кем является наш Отец. Я хочу проиллюстрировать то, что пытаюсь вам донести. Лорд Альфред Теннисон был английским поэтом-лауреатом в 1800-е годы. Многие из вас читали его поэмы и прозу. Однажды его пригласили в частные дворы королевы Виктории, самой влиятельной женщины тех времен. В ее жизни был очень тяжелый период. У нее было много сложностей тогда, и она всерьез задумывалась о том, чтобы оставить свой трон в то время. И она пригласила этого человека, который славился своей мудростью. Она начала говорить с ним, и вот поэт-лауреат Англии сидит с королевой Викторией, слушает, как она высказывает свои сильные эмоции, глубокие страхи и все свои беспокойства. В этот момент поэт посмотрел на нее после того, как она закончила говорить, «И он сказал ей, «Вы королевской крови, поэтому терпите». «Вы королевской крови, поэтому терпите». Я не знаю, от чего вы пытаетесь убежать. Помните это. «Вы царской крови, поэтому терпите». Вы скажете, что я не понимаю, что вы дошли до края своей веревки. Хорошо. Завяжите там узел. Я знаю, что это такое. Я не просто об этом говорю. Нужно держаться, потому что по другую сторону есть Бог. Ответ близок. И Бог укрепит вас. Поэтому не убегайте. Не убегайте. Кто-то может сказать, «Майкл, ты не понимаешь, меня жестоко критикуют. Вы шутите? Я об этом знаю все. Послушайте меня. Страх критики — это поцелуй смерти в то время, когда достижения ухаживают за вами». Если вы тот человек, который легко поддается на манипуляции эмоций, вы не будете жить победоносной жизнью. Я скажу вам почему. Потому что дьявол знает, и он будет делать все для того, чтобы появился человек или давление, или препятствие, или что-то еще, что будет пытаться выбить вас с пути вашего призвания. Но не позволяйте ему этого. Скажите ему, «Может ли бежать такой человек, как я, именем Бога богов? Я бросаю вам вызов сегодня. Не бегите в горы. Продолжайте свое дело, потому что грядет день, когда вы будете царить и править вместе с ним». Субтитры создавал DimaTorzok